Пока еще здесь можно увидеть автобус 11 маршрута. Подъезжает к остановке Happy Mall и также обозначен на информационном стенде. Возможно, скоро это место перестанет быть его конечной. Еще в середине декабря в Саратовской мэрии подписали документы об изменении движения ряда автобусных маршрутов, в том числе и об 11. Доезжать он будет только до Солнечного. Это решение горожане встретили неоднозначно. На 11 добираетесь? Если не будет он ходить до сюда, как это будет? Ну, будет плохо. Я, как житель поселка Солнечный и ближайшего района, который пользуется услугами торговых комплексов Happy Mall достаточно часто, я, как мама, которая посещает здесь детские магазины, развлекательные праздники в том числе, безумно неудобно добираться, особенно и уезжать оттуда неудобно, потому что транспорта иногда ждешь и по 20 минут. Ладно, когда еще нахожусь я одна, но когда в прицепе со мной рядом дети находятся, которых нужно 20 минут на остановке удержать, это очень тяжело. Мне придется ириться пешком до кольца 6 квартала, где тоже есть сложности в переходе дороги, в пешеходном переходе. Очень хотелось бы как-то решить этот вопрос, чтобы можно было бы и добраться быстрее, и удобнее. Потому что я молчу про то, что если мы придем с семьей в кино в вечернее время, то уехать можно будет только на такси. Торговый центр «Хэппи Молл» – один из крупнейших в Саратове. Посещаемость насчитывает более 20 тысяч человек в будний день. Также здесь более 200 торговых площадей. Наталья Шелест больше пяти лет арендует здесь помещение и занимается торговлей принадлежностями для сна. А ночным кошмаром может стать отсутствие 11 автобуса для всего коллектива. Решение нелогичное. Почему? Потому что на этом маршруте автобуса приезжает очень большое количество наших покупателей. Не все сюда могут доехать на машине. Соответственно, нам это грозит оттоком покупательского трафика, снижение выручки. То есть нас напрямую это затрагивает. Тем более, что у меня персонал тоже пользуется этим автобусом. Мы работаем с 10 часов и в 10 часов очень удобно уезжать именно на этом транспорте. Он как раз всем по пути. То есть сейчас у нас встает проблема людям после 10 как добираться. То есть это же мне грозит опять же, да, людей не будут устраивать такая работа, не могут уволиться и мне придется искать новых сотрудников. Если добираться до торгового центра от так называемого «Кольца», то там попросту практически полностью отсутствует тротуар. В темное время суток это вообще экстремальный путь. Как говорят в одном из ювелирных салонов, решать проблему доставки на работу придется с помощью такси с кусачими ценами. У нас женский коллектив, да, то есть как бы, ну, очень страшно идти по такой дороге. Тем более, как бы, дорога здесь не очень хорошая, темная. И куда нам идти? До ближайшей остановки. То есть ближайшая остановка, это вот, грубо говоря, это кольцо. Ну, как бы, достаточно далеко. Тем более, в темное время. Такси остается. Остается такси, да, но как бы такси, это опять же для организации, ну, как бы, лишние затраты, да, то есть получается, опять нужно, как бы, вести, как бы, переговоры насчет корпоративного какого-то такси. Ну, это тоже неудобно. Как бы, добираться сюда утром тяжело, потому что, опять же, сюда не весь транспорт ходит. Для некоторых магазинов этот автобус обеспечивает непрерывный график работы сотрудников. Так, в отделе с бытовой техникой от этого маршрута зависят смены коллектива. Больше 50%, причем в разную сторону. Первая половина сотрудников как раз приезжает на нем на работу со стороны солнечного рынка, а другая часть как раз на нем уезжала домой в сторону третьей дачной. Просто как раз живут вот в этом районе большинство сотрудников. Сейчас в торговом центре написали коллективное обращение на имя мэра Лады Макраусовой с просьбой оказать содействие в решении вопроса с сохранением прежней протяженности 11 маршрута. Говорят, что буквально за 30 минут свои подписи поставили свыше 300 сотрудников и посетителей центра.